здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о всемирном или международном дне сердца который проводится как вы понимаете по всему миру сердце есть у каждого человека правда как выяснилось и как мы с вами знаем у кого-то она с левой стороны реже справы бывает такая история но сердце есть сердце это то что делает нашу жизнь либо лучше либо иногда хуже если сердце наше болеет и сегодня о дне сердца о всем что связано с кардиологией мы поговорим с михаилом гинзбургом заведующим кардиологическим отделением ли беретской областной больнице главным кардиологом 3 медицинского округа московской области здравствуйте добрый день добрый день но я правильно сказал что сердце это основное у нас все-таки без сомнения сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущими заболеваниями в структуре как заболеваемости населения российской федерации так к сожалению и смертности и этим вопросом озабочены все структуры и не только медицинские и если вы знаете что существуют различные программы снижения заболеваемости сердечно-сосудистой заболеваемости в частности государство приняло программу снижения сердечно-сосудистых заболеваний с целью снизить заболеваемости смертность примерно на четверть надо отдать должное московской области что нам удалось за последние годы снизить летальность от сердечно-сосудистых заболеваний и особенно снизить летальность у больных от острых сердечно-сосудистых заболеваний в частности от острого инфаркта миокарда что способствовал этому снижению без сомнения способствовала новые достижения которые имеются в вопросах лечения кардиологических больных но и роль государства которая способствовала открытию медицинских сосудистых центров которые экстренно оказывают помощь именно больным с острым заболеванием сердечно-сосудистой системы и чаще всего это инфаркт миокарда в различных его формах то есть это тем людям которые раньше ну просто уже практически не даже не доживали да сейчас их можно вытащить скажем так ну так нельзя сказать что они не доживали да раньше смертность от этих заболеваний было достаточно выше значительно выше и примерно равнялась от 18 до 25 процентов то есть каждый пятый четвертый больной от инфаркта миокарда умирал в настоящее время смерть летальность в стационаре не превышает 10 примерно процентов то есть настоящее время к сожалению погибает каждый десятый больной почти в два раза почти в два раза это с одной стороны с другой стороны надо четко себе представлять что задача стоит снижение сердечно-сосудистых заболеваемости но при этом наше население стареет продолжительность жизни увеличивается и естественно развитие получают сердечно-сосудистые заболевания как естественный процесс старения в том числе и сосудов поэтому конечно профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует отделять особое внимание независимо от возраста наших жителей независимо от этого возраста а вот с какого возраста нужно я почему этот вопрос адресу и потому что но мы же можем условно поделить людей не с медицинской точки зрения с такой журналисткой да на людей которые больше до предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям и меньше это всего разных причин вот ну кого то что называется сердце вот просто бог дал здоровее вот все равно человек до 30 лет даже не знает где у него там сердце конкретно находится да если она не болит а бывает и в 20 лет до человек сердечником становится это как-то надо пойти по провериться посмотреть узнать как работают все эти клапаны или до 30 лет даже не нужно и беспокоиться если не беспокоит а то можно залечить себя залог здоровья человека закладывается еще в трубе матери и поэтому когда мы говорим о профилактикой каких-то заболеваний это в прежде всего родители должны подумать о будущем своего ребенка тогда уже начинается профилактика заболеваний и в том числе сердечно-сосудистых когда у нас уже родился человек и он на стену не начинает идти по этой жизни начиная от младенческого возраста и переходя в возраст 30 или старше лет он естественно приобретает какие-то заболевания да без сомнения часть заболеваний наследственно обусловлено и ай мы на них повлиять не можем в том числе и наследственные формы сердечно-сосудистых заболеваний но уменьшить их развития у замедлить их развитие повлиять на те осложнения которым они приводят это сегодня отдана этому 1 значительное внимание и это возможно со стороны паритетных взаимоотношениях медицинских структур и непосредственно больных непосредственно жителей и с другой стороны участие в этом принимает государство принимая определенные законы или положение но в частности если вы помните у нас сегодня сохраняется всеобщая диспансеризация и в условиях они правда мало кто вспоминает из обычных жителей и изредка если врач напомнит вы можете пройти диспансеризацию диспансеризацию вот то есть она есть но как-то она не популяризируется нет мы диспансеризации занимаются очень серьезно она проходит по различным направлениям в частности в зависимости от возрастной в уровне людей в зависимости от определенного места жительства и медицинские работники приглашают оповещают население о том что будет проводиться диспансерный осмотр на моей поликлиника меня не оповещают я узнаю об этом тот момент когда вдруг туда прихожу не грата вот вы можете пройти не доходят мне трудно ответить за всем мире не надо я знаю но мы знаем что на нашем районе она и этому уделяется достаточное внимание и больные проходят здесь я могу прийти и обследовать свое сердце правильно по больные приходят да и по проходит определенный набор лечебных диагностических мероприятий и при выявлении или за при подозрении на эти заболевания человек уже направляется по определенному маршруту это будет либо сердечно-сосудистые либо другие гастроэнтерологические неврологические заболевания опорно-двигательного аппарата и этому будет уже уделено внимание и досконально более глубокое больной пройдет обследование но профилактика в возрасте должна право профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна проводиться постоянно и должно это начинаться как я сказал с утробы матери потом это плавно должно переходить в детские дошкольные учреждения в школьные учреждения высшие учреждения на предприятия но роль человека остается очень высокой очень высокой и каждый конечно человек должен понимать что здоровье зачастую в его руках к ним поэтому здоровый образ жизни это основной постулат дальнейшего здоровья продление жизни своего долголетия при минимальном количестве заболеваний но и тут сразу возникает вопрос если мы отложим в сторону ликероводочные изделия всевозможные не приведи господи химические препараты вот просто откладываем как будто бы этого нет а просто идем в магазин где есть молочные продукты где есть овощи и фрукты где есть кондитерские продукты но все продукты которые как бы вроде бы ну для любого человека но ведь из этих продуктов огромное количество которые в общем то опасно для нашего организма до всевозможные заменители красители все что угодно но далеко не связано с правильной пищей вот я к чему просто веду насколько сегодня человек но придя в магазин сделал себе обед он может обезопасить себя от вредных организмов которые в свою очередь могут на сердце повлиять мы же едим все неправильно ну не совсем не так не совсем так сегодня четко касаясь вопроса сердечно-сосудистых заболеваний четко представлены диетические рекомендации которые способствуют снижению развития вот основного фактора который приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям это атеросклеротическая болезнь это отложение определенных структур как называют их пляшек в стенке сосуда или артериальная гипертония это вот два монстра которые способствуют сердечно-сосудистой заболеваемости и когда вы приходите в магазин вы должны четко себе определять что без сомнения есть продукты которые нецелесообразно для больного уже имеющего вот эти состояния сердечно-сосудистой системы употреблять но в силу определенных ситуаций в силу материально-бытового состояния нашего населения при этом возможно как-то вот это от дифференцировать ну например если вы покупаете полуфабрикаты мясоперерабатывающей промышленности или птицеводческой промышленности надо сварить первое блюдо бульон постараться вот эти все вещества которые неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему эти первую бульон первую варку первую варку да ее надо слить и сделать бульон 2 2 этапа вот вроде бы мелочь а уже так это можно когда вы покупаете продукты я понимаю человек занимается физической нагрузкой спортом он должен получать достаточное количество калорий с другой стороны когда человек ведет пассивный образ жизни ему такое количество калорий не нужно поэтому рекомендации всемирной организации здравоохранения они говорят что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний надо максимально потреблять овощи фрукты умеренное количество мяса увеличить количество рыбными продуктами море продуктами вот такими вещами и определять обязательно калорийность которая написана в на этикетках каждого продукта и вы помните что государство тоже уделяло этому внимание что она требует от производителей чтобы они писали истинное состояние своего продукта да да чтобы они писали количество содержания белка жира углеводов вредных каких-то добавок которые существуют которые ускоряют производство или способствует ему увеличению продолжительности хранения производитель должен все это написать а человек уже вправе выбирать но здоровый образ жизни никто не отменял никто не отменял совершенно сейчас мы вернемся а напомню что у нас сегодня в студии михаил гинзбург заведующий кардиологическим отделением люберецкой областной больницы а главный кардиолог третьего медицинского округа московской области и говорим о сердце потому что в сентябре традиционно отмечается всемирный день сердца напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях михаил гинзбург заведующий кардиологическим отделением люберецкой областной больницы главный кардиолог третьего медицинского округа московской области вот мы остановились на том что правильное питание это конечно трудно для нашего человека выделить но если вы хотите быть более менее здоровыми надо обратить на это внимание и это поверьте не сложно сам на себе проходил такой эксперимент второй момент это то что касается все таки здорово образа жизни который мы уже включаем какие-то физические упражнения потому что например одни говорят врачи ну глобальном смысле врачи что надо ходить столько-то времени другие говорят что надо бегать эти говорят бегать нельзя надо ходить 4 говорят берите финские палки идите с финскими палками. Пятые говорят, что идите бегайте на беговой дорожке. Другие говорят, ни в коем случае этого не делайте, если бегайте, то бегайте живьем. Как правильно выстроить программу для своего персонального сердца? Рекомендации кардиологических обществ мировых, независимо, это европейские или американские, или какие-то другие сообщества врачей-кардиологов, они говорят о том, что здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и физические нагрузки – это три постулата, которые необходимо проводить до начала медикаментозной терапии. И если в начале прошлого века говорили, что больные сердечно-сосудистой патологии должны уменьшать объем физической нагрузки, то в настоящее время пришли к выводу, и существуют четкие клинические доказательства о том, что физическая нагрузка – это один из немногих элементов жизни человека, который способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Спрашивается, как ее проводить? На этот вопрос есть достаточно четкий ответ. Человек должен по возможности иметь достаточную физическую нагрузку, имеется в виду физическая нагрузка специально, как занятие спортом. Не то, что человек на работе имеет физическую нагрузку, а именно занятие спортом. Должен заниматься 7 дней в неделю по 30 минут, не менее 30 минут. Не всем это удается в силу различных социальных причин, семейных причин. Не всем удается. Тогда рекомендации говорят – хорошо, неплохо, тогда вы должны заниматься не менее 150 минут в неделю. То есть на минуты перешли, да? Да. Нет, 150 минут в неделю – это получается 5 раз в неделю по 30 минут. Спрашивается, чем заниматься? Ходить? На этот вопрос есть четкий ответ. Надо заниматься аэробическими физическими нагрузками. Что такое аэробические? Это занятия на свежем воздухе. Так. Какие нагрузки? Только нагрузки динамические. Мы предлагаем нашим больным начинать занятия именно с пешей ходьбы. Но спрашивается, как больному определить, сколько он должен пройти? И с какой скоростью? И с какой скоростью. Значит, по времени мы с вами обсудили, что это 30 минут. А вот как определить скорость? У каждого человека свои возможности. Но понятно сегодня одно, что если человек занимается оздоровительными мероприятиями, направленными на профилактику, первичную профилактику или вторичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, ему показаны вот эти динамические нагрузки, и ходить он должен с такой скоростью, чтобы увеличился у него пульс. Насколько увеличился пульс? Ну, хотя бы на треть. То есть ходить не просто ходить, а чуть быстрее, чем обычно. А работать. Чуть-чуть работать. Да. Что является индикатором, кроме пульса? Вот как больному ходить пульс? Неудобно ведь смотреть, да? Значит, надо ходить так, чтобы появлялась легкая испарина. Легкая испарина – это затылок, это лоб, это подмышечные впадины. Вот если наш пациент, независимо от того, имеется у него заболевание сердечно-сосудистой системы или нет, но он занимается физическими нагрузками, он должен обязательно вспотеть. Это есть ответ сердечно-сосудистой системы. То есть она сработала. Чем выше уровень нагрузки, тем лучше. Но есть определенный предел. И перегружать себя, конечно, нельзя. Что пот с больного человека тек ручьем – это безобразие. Но умеренные физические нагрузки нужны. Еще раз, какие нагрузки? Одним из лучших вариантов для пациента является пешая ходьба. Если выбирать между обычной ходьбой и скандинавской, как вы предлагаете, здесь все зависит от состояния ваших внутренних органов, от наличия других каких-то заболеваний. В целом, шведская ходьба, она сегодня широко рекламируется. Многие пациенты наши ее используют. Она помогает уменьшить нагрузку на позвоночный столб, в частности, на его грудной, пояснично-крестцовый отдел. С другой стороны, увеличивается работа рук, что тоже способствует динамической нагрузке. И она не противопоказана. Для лиц более молодого возраста, конечно, лучше бег трусцой. Очень интересные данные дают, что человек должен бегать для поддержания здорового образа жизни не больше 14 км в неделю. То есть это 2 км в день, если он ежедневно. Но это регулярно. А, регулярно. Но регулярно. Это надо как в молодости встаешь, идешь, бегаешь, потом плюешь на это дело и думаешь, да, ничего страшного. Да, выжу. А дома? И так это, извините, это динамические нагрузки. Мы сказали, что это бег, это ходьба, это катание на лыжах, катание на коньках, на велосипеде. Это какие-то игры, которые на свежем воздухе, типа тенниса, настольного тенниса. Люди молодого возраста, может быть, занимаются футболом, баскетболом. Но при всех ситуациях это динамическая нагрузка. Ни в коем роде не статическая нагрузка. И мы не рекомендуем нашим больным заниматься культуризмом или какими-то силовыми методами. То есть это все через врача. Прежде чем идти в фитнес-клуб, надо все-таки поговорить с врачом, потому что это может приблизить вашу неприятную ситуацию. Еще такой вопрос. А дома? Вот, например, я давно внес в свой рацион, что один раз в день я часто передвигаюсь, я должен на восьмой этаж зайти пешком. Ну, есть у меня такая. Это так не хочется, но... Это динамическая нагрузка, это очень хорошо. А вот дома, если, ну, в силу ряда причин, на улицу сегодня, завтра человек не выходит. Дома это покупать бегущую дорожку или какие-то просто... Или велотренажер. И ловил велотренажер. Конечно. Ну и зарядку, естественно. Делать зарядку, да. Но потому что есть определенные дни. Снегопад, очень холодно, дождливая погода. Да просто доходится выходить. И может быть, да, просто не хочется в силу разных причин. А скажите, пожалуйста, вот, возвращаясь к теме сердца, на сегодняшний день, насколько я понимаю, есть же такое понятие «искусственное сердце». Ну вот что, даже я, по-моему, где-то слышал такую историю, что был один знаменитый миллиардер, которому меняли сердце много раз. То есть вот раз поменяли, раз поменяли, раз поменяли. Это значит, получается, что мы, в принципе, можем на каком-то этапе, когда у человека сердце уже, ну, барахлит, скажем так, мы же можем поменять ему сердце, новое поставить, и сделать это промышленное производство, и будет все хорошо. Да. Во всем мире получили развитие методика трансплантации сердца. Да. Но для трансплантации сердца нужен донор. Донор должен подходить к данному человеку по определенным параметрам. Это не только возрастные параметры, и не только больной здоровой, а это еще параметры по определенному генному набору, чтобы не было реакции отторжения. Тогда все, да. И сегодня эта операция достаточно развита во всем мире. И существуют определенные структуры, которые контролируются очень серьезно государством, которые позволяют изымать у пациента органы и транспортировать под государственным контролем. Под государственным контролем. Но это дорогостоящие, я так понимаю, операции. Но государство полностью берет на себя эту функцию. Хорошо. А полностью искусственное сердце можно сделать под человека, под конкретного человека? Да. Сейчас идут такие разработки, но пока они не достигли промышленного уровня. И есть это искусственное сердце, это аппараты искусственного кровообращения, которые применяются в операционных, когда проводятся операции на сердце. Сердце человека отключают, но ему надо жить. И проводится вот эта машина, которая заменяет сердце. Она работает так, как работает сердце. Но, к сожалению, это большие аппараты. Сейчас появились некоторые аппараты, которые вживляются как дополнение к своему сердцу. И выполняют функцию сердца, проталкивая кровь в аорту. По типу таких роторных механизмов. Они в аорте встречаются во время систолы, и они дальше проталкивают кровь. Но большого распространения они не получили, потому что эффективность этой работы остается недостаточной. Сердце – это уникальный орган. Потому что это не только мотор. Это не только мотор. У него много функций. Функция возбудимости, функция электрическая, проведение импульса и еще другие функции. Не только функция, как насосная. То есть сердце пока до конца не разгадано с точки зрения создания стопроцентного… Искусственного сердца, да. Но мы к этому идем. Я думаю, мы достигнем этого. Мы же можем сегодня уже делать всякие какие-то маленькие искусственные вещи, связанные с сосудами и так далее. Без сомнения, это делается и в нашей больнице. У нас вставляются определенные операции. Это называется операция коронароангиографии. Проводится исследование сосудов сердца. И если есть технические возможности, в пораженную артерию вставляется устройство, которое называется стенд. И в результате имплантации данного стенда кровоснабжение определенной части сердца значительно улучшается. И это продлевает жизнь больному. Собственно, благодаря внедрению этих операций и организации сосудистых центров в Московской области способствовало снижению летальности, о которой я вам говорил, которая не превышает сегодня 10%. Есть и другие методы. Во многих лечебных учреждениях сегодня при невозможности, например, установить стенд проводится операция орто-коронарного шунтирования, которые стали очень доступны и при минимальном неблагоприятном исходе. Кроме того, вы знаете, что при определенных показаниях при поражении клапана сердца можно поставить различные формы искусственных клапанов от механического до биологического протеза. И люди продлеваются значительно жизнь. Мне представляется, как врачу-кардиологу, что благодаря значительным усилиям кардиологов мира и кардиологов Российской Федерации самые большие успехи в лечении, в здравоохранении достигнуты именно в кардиологии. Это и появление новых лекарственных препаратов, это внедрение вот тех высокоэффективных и высокотехнологичных методов лечения и исследования. Кардиология – это сегодня все-таки она стоит на острие и занимает ведущее место в прогрессе именно продления жизни наших граждан. Да, жизнь продлевается, и то, что раньше, когда-то давно совсем не лечилось, сейчас есть возможность, человек живет практически обычной жизнью. Последний вопрос, он может быть будет немножко неожиданным. Мы слышали много раз о таких новых методах, когда люди какую-то кровь себе переливают, делают какие-то новую кровь, заливают, а потом вроде бы заканчивается это все не очень хорошо. На сегодняшний день с кровью можно что-то такое сделать, а это же тоже частично, ну как это касается сердечной нашей работы. Мы можем как-то кровью управлять, можем, например, почистить человеку кровь, чтобы она лучше работала, или это все какие-то странные технологии? Вы задали вопрос, который имеет непосредственное отношение к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Но эти заболевания, они многогранны, и все зависит от того, какое заболевание. Есть заболевания, когда действительно больному надо провести определенную сорбцию, то есть очистить кровь от вредных каких-то веществ, которые влияют на чечение сердечно-сосудистой системы. Например, у людей с определенными, определенными формами атеросклеротической болезни сердца. Да, это показано. Других методов, вот связанных с таким словом почистить. Да, ну вот это я так и сказал. Не существует. Мы хотим в вашем лице поздравить всех кардиологов с Днем сердца, потому что... И наших пациентов. Да, и наших, да и, в общем-то, всех нас, потому что сердце есть у каждого из нас, и пусть сердце будет только в виде такого приятного сердечка, да, когда мы пытаемся сделать кому-то приятное. Михаил Геннезбург, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы, главный кардиолог третьего медицинского округа Московской области, сегодня порадовал нас тем, что людей, которые живут дольше, с более-менее нормальным сердцем, у нас становится больше. И кардиологи добились больших успехов. И будем надеяться на то, что это только начало. Надо же до 100 лет дожить, как врачи говорят. Если будем правильно соблюдать все, вот все будем правильно соблюдать, то до 120 лет мы должны жить, по идее, да, ну так, рассчитано. Вот сердце – это один из тех органов, который нам должен в этом помочь. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова